Музыка Сегодня вернулся из города Сочи, где проходил чемпионат мира по самбо среди мужчин и женщин, спортивно-самбо и среди мужчин воевое самбо. То есть 27 категории было. Ну, как всегда, доминировали, конечно, российские спортсмены. Но я хочу сказать, что довольно-таки самбо прогрессирует в мире. И достаточно сказать, что 92 страны было заявлено на участие чемпионата мира. Это рекорд. Правда, приехало 89 лет, 90 стран было. На основном 92 – это рекорд всех чемпионатов мира. Это очень большое количество людей, занимающихся на трех континентах. Самбо очень популярно сейчас во многих странах стало. Не только в странах СНГ. Потому что на чемпионате СССР в Советском Союзе, когда была она очень сильно развита, популярная очень была. Конкуренция очень огромная была. И сейчас медали распределяются, конечно, в основном из стран СНГ. В основном из стран СНГ. Ну, в России пока еще очень сложно поместить даже на второе место. Потому что, на самом деле, пока мы лидируем. Очень много, конечно, для популяризации борьбы, для развития борьбы делает президент Международной федерации самбо. Шостаков Василий Борисович, конечно, за это вам большое, огромное спасибо. И то, что приехало такое огромное количество людей. И даже не в качестве статистов, а на самом деле они каждый боролись. И были где-то кто-то близко был к призерам, кто-то стал призерами. Потому что многие страны медали уехали, разные достоинства, начиная с золота, серебра и бронза. Поэтому им большое спасибо. Ну, также много было задано вопросов исполкома, в том числе и Шостакову, по включению самбо в олимпийскую программу. На соц Шостаков Василий Борисович сказал, что все сделано в последней станции. То есть, как бы самбо готово к включению программы в олимпийские игры. Впервые были приглашены чемпионы мира Советского Союза, заслуженные мастера спорта СССР. Я подчеркиваю, заслуженные мастера спорта СССР. Их на нас приезжал, в том числе и я был приглашен. Там было человек, наверное, 35 или 40. Но заслуженные мастера спорта практически все приехали, за малым исключением. Впервые за долгие годы, насколько я часто бываю на соревнованиях, на чемпионатах России, на чемпионатах группы мира. Особенно, если проходит у нас в России, или в Санкт-Петербурге, или в Москве. Никогда столько не собирался здесь в одном месте. Очень приятно было общение увидеть, потому что некоторые вообще даже никогда не приезжали. Давно уже, как закончили выступление, 30-40 лет не виделись уже. А здесь, мало того, что они приехали, нас отодели в такую форму, в форму СССР. Нам нужно это общение. И вот когда впервые нас собрали здесь, конечно, я хотел бы большую благодарность выразить, впервые всего, Аслаханова, Асламбек Ахмедов, который стояли, и Володя и Принцев, которые стояли для того, чтобы собрать у этих людей, ветеранское движение. Ну да, они сейчас вот такой, Саша Ряков, и Володя и Принцев, и Асламбек Ахмедов собрали всех нас. И это очень здорово. Вот хотел бы пользоваться случаем также день самбо. У нас день рождения самбо, 16 ноября, 38-м году. Но как вид спорта было признано. Поэтому мы сейчас как раз в день самбо, накануне дня самбо. Хотел бы поздравить всех с этим большим праздником, всю большую семью самбо. Хотел бы пожелать всем нашим самбистам, кто любит этот вид спорта, участникам, спортсменам, кто уже ушел из спорта, ну из самбо, не борется сам на ковре такой активно, но помогает, болеет, знает этот вид спорта, любит этот вид спорта, всем благополучия, успехов, здоровья. Поэтому любите спорт, любите самбо и всегда у вас будет, вы займете достойное место в жизни.